Слава тебе Богу, Господи, Царю невесту, и отящу жизнь, и отящу жизнь. Самарское знамя отмечает 145 лет. Праздник начался с торжественного молебна в Иверском монастыре, где в 1877 году послушницы вышли полотно, которое стало символом освобождения болгарского народа от османского ига. Они вложили прежде всего туда свою любовь, молитву, чтобы воины почувствовали эту категорию отношения к ним, чтобы вдохновились. И вот вдохновение – это как раз то мужество, та категория жертвности, которая пресекает измерения. Самарское знамя – это триколор из шелковых полотен красного, белого и синего цветов. В центре находится изображение Богоматери и Кирилла Мефодия в золотом кресте. Серебряный наконечник флагштока был выполнен в византийском стиле. Полотно изготовили в Самаре по инициативе гласного городской думы Петра Алабина. Он же возглавлял делегацию, которая привезла и вручила знамя болгарским солдатам. С ним сражались в битвах за Старозагору и Новозагору, Шибку и Шейнова. Оно стало знаменем героем, единственным в мире, награжденным орденом за храбрость. В молебне приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, глава города Елена Лапушкина, депутаты. Сегодня Самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии. Одна из его редких копий хранится в Патриаршем Богоявленском кафедральном соборе в Москве. В 2018 году ее передал губернатор Дмитрий Азаров, отметив, что Самарское знамя по-прежнему остается важным духовным символом, который позволяет черпать силы, а также вдохновляет многих людей на благие дела. После молебна состоялось возложение цветов к могиле Петра Алабина на территории монастыря, а затем крестный ход. Знамя пронесли в Струковский сад. На открытии фестиваля в Струковском парке зампред правительства региона Александр Фетисов зачитал приветственный адрес помощника президента России Владимира Мединского. Дорогие друзья, от всей души приветствую участников и гостей Международного патриотического фестиваля «Самарское знамя». Самарское знамя, цвета которого легли в основу существующих и ныне флагов Самарской области и города Самары, олицетворяет яркую страницу отечественной истории, один из многочисленных примеров бескорыстия русского народа, внесшего решающий вклад в освобождение Балкан от иностранного порабощения. Слова благодарности в приветственном слове прозвучали в адрес регионального отделения Российского военно-исторического общества и всех причастных к организации фестиваля за активную гражданскую позицию, бережные отношения к исторической памяти и кропотливую подготовительную работу. Для гостей фестиваля в парке развернули исторические интерактивные площадки, воссоздающие быт, культуру и традиции конца XIX века. Самарская публичная библиотека, она сейчас находится на улице Куйбышева, раньше это была улица Дворянская, и Алабин имеет непосредственное отношение к нашему зданию. Он курировал библиотеку в нашем здании. Мы вот с собой принесли каталог Самарской публичной библиотеки 1886 года. Мы взяли с собой экспонаты, несколько экспонатов из нашего музея Александровской публичной библиотеки. Это канцелярские принадлежности, книги. Ну, муху, да, муху всем нравится, муху все смотрим. Это такой пресс-папье, очень оригинальная, вторая половина XIX века. Самарцев радовали музыкальные и танцевальные коллективы города. У кого мух я молодая, у кого мух я молодая. Чудесный фестиваль. Танцуют, развлекают, музыка прекрасная звучит, много деток, людей разного возраста. Это чудесная, прекрасная погода, очень красивый сад и замечательное мероприятие. Исполнением известных маршей радовал гостей фестиваля «Духовой оркестр». Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. Светлана Кудрявцева.